Всем привет! Начинаю свой влог, он будет домашний, но начинаю я его с работы. Каждую субботу мы снимаем программу Автоген. Если вы не смотрели ее, я прикрепляю ссылочку внизу. В общем, переходите, смотрите. Сейчас мы снимаем шестой выпуск. Четвертый выпуск мне очень нравится. Можете глянуть там по выпускам, в принципе, первый, второй, ну то есть можно разобраться. Сегодня у нас на тесте Lexus. Очень классный автомобиль и будет эксперимент. Мы не просто на нем катаемся. Я буду парковаться и, главное, не задеть шарики. В общем, интересно. То в первом выпуске ребята надо мной издевались и тоже я парковала Lexus очень большой, с закрытыми полностью стеклами. Только по камерам. Посмотрите, первый выпуск, интересно. И сейчас, вот шестой выпуск, мы играем со шариками. Также собираемся ехать на Чайку, снимать там сюжет. По идее, должно быть интересно, поэтому снимать вам, наверное, в этом влоге Автоген уже не буду. Кстати, в программе Автоген мы разыгрываем масло. Так что машинное. Можете выиграть для себя или для своего супруга, или для своего брата, или, или, или. Ну, в общем, если вам это интересно, там несложные вопросы касаются дорожного движения, попробуйте. Может, выиграете. Одна из моих подписчиц выиграла, поэтому я очень рада. Я обещала, что я во влоге уже ничего показывать не буду, но я не могу не показать вот эту вот красавицу. Сейчас я буду ее парковать вместе с шариками. В общем, смотрите, в Автогене. Боже, какая она здоровая. У меня клички. Я хочу себе такую машину. У нас эксперимент. Парковка с шариками. Я все-таки классный водитель. Я заехала в узкую, в узкий гараж, и мне ребята говорят, там технори заезжают мне с первого раза, говорит, с третьего, а я заехала с первого. И меня похвалили. Приятно. Смотрите, какая красивая. О, это моя милая, какая шахмана моя, красивая. Да, а какой он у меня будет везетеля? Шесть метров почти. Добрый день. Вот водку сделать. Вот это вот. Блин, как ты. Ютуб кругом. Блин, у нас просто там все полностью про скорость, я его все в одной конвейер, куда мы сейчас эти эвакуаторы ставим. Да пусть следующую, давай я напишу следующую. Ну и посмотрим это видео. 20 метров же можно проехать, не пристегиваясь, правильно? Нет. Ну 20 метров. Мы просто перепарковываем автомобиль. О, 6 литров. Он едет по-другому. Звучит. Как он звучит? Я хочу такой автомобиль. Вселенная, прошу тебя. Да, дай мне возможность заработать на такую тачку. Автоген. Он скоро будет приносить миллионы. Да, Виталик? Миллиарды. Что ты видишь вообще? Я возле ТТшечки хочу пропарковаться. А что, не все? Так зачем? Ну, ты, конечно, молодая, ну ладно. Ну, я просто побольше хочу находиться. Да мы сейчас поедем кататься по городу на нее. Кстати, да. Все. Красота. Ой, какая прелесть. Дайте мне на тест на месяц хотя бы. Так печка классно работает, не то что у меня. Сразу рву. Все. Ну что, моя история с ремонтом и продолжается. Купила фрезериновые обои. Сейчас приеду домой, покажу, куда. И вообще нафиг мне нужны, если у меня крашены стены. Также куча всяких штучек. Тонки и нити. Купила палочки иногда балую. Кстати, у меня вот тут вот девочки еще остались розовые ботинки. Вожу за собой, потому что, если что, надо будет девочкам сразу отправить по новой почте. Это, кстати, серковой размер. Они на нифе. Я сейчас таких только не в розовых, а в черных. Вот, очень теплые и удобные. Так что, если что, обращайтесь. Я через инстаграм проповеду. Сейчас еду за Доминикой и покажу вам, зачем мне нужны обои. Кто смотрит меня в инстаграм, уже видели, я показывала. Плитка. Плитку постелили в трех комнатах и в прихожей. По факту, это полдома. Я уже заказала гардеробную и сейчас мне просчитывают, короче, сюда такую разделительную фигню. Я захотела в виде двери. То есть, я не захотела раздвижной системы, чтобы не было ощущения, что, ну, как бы шкаф просто. Потому что для меня раздвижная система, это двухтысячные. У кого так, не обижайтесь. Это сугубо просто мой вкус. Поэтому я захотела распашное. И вот там вот в прихожей, здесь прихожая 10,5 метров. Здесь будет шкаф. И я хочу, чтобы он был под потолок с ощущением по цвету, как плитка. Сейчас фокусирую. Да. Для чего? Для того, чтобы он не забирал на себя никакого акцента. Это практичная вещь. То есть, представьте, 10 метров шкаф. Туда можно запихнуть все на цвете, что я, в принципе, сделала. И я выбрала уже фасад. Он будет вот похожий почти один в один с плиткой. Посчитали мне, конечно, дорого. Сейчас у меня нет возможности его поставить. Но, по крайней мере, я уже знаю про счет и сделала наполнение. Детские. Тоже везде плитка одинаковая. Я купила плитку для всего дома. Одинаковая, кроме гаража и санузлов. Вот. Потом мы поворачиваем. И вот здесь вот плитка заканчивается. Дальше идет стальные полдома. И я тоже планирую класть. Но чуть позже. Чуть не хватает денег. Плюс розетки. Сейчас была в эпицентре. И мне надо 106 розеток. Представьте. То есть, в смысле... Ну, вместе с выключателями. По-моему. А, надо посмотреть по документам. Короче, я имею в виду, что у меня очень много, где я их напигачила. Это считали строители. Поэтому я сейчас приехала домой. Мне насчитали розетки. Я беру такие средние. Ну, такие симпатичные. Но он средний цвет новой политики. Почему? Потому что... Ну, я не вижу смысла переплачивать. Например, за французские. Поэтому беру турецкие. Они хорошего качества. И у них по цене более-менее. Вот. Вот остальные полдома. Вот моя дочь. Которая уже испачкалась. Ника, посмотри. На рукав зайка. Стены скрашены. А, я ее забыла. Аккуратно. Еще ты сказала, плитку постели. Положили. Ты сказала, постели. Я хотела тебя перебить, сказать, а не стала. Ладно. А когда я сказала? Вот, блин, я замучилась уже. Вот. Здесь 65 где-то квадратов или 60. Надо тоже глянуть. Там кабинет. Ну, в общем. Еще полдома надо... Еще полдома надо класть плитку. А, это все пыльно. У меня вот там вот за колонной тоже розетка. Но она прям в полу. Это специальная розетка. В эпицентре ее нет. То надо ехать на рынок юность. И сейчас мы с Никой будем считать розетки для того, чтобы понять, неужели их надо действительно 106. Не знаю. Прямо очень много. Мне насчитали 15 тысяч. 14 с копейками. Просто за розеткой с выключателями. По факту вроде бы и немного, но в то же время много. И это ценовая политика средняя. То есть это не какая-то там дорогая розетка. Так смотришь, вроде розетка недорогая. А когда их много, то дорого. В общем, мы пошли считать. И сейчас я вам покажу, для чего мне хрязелиновые обои. Стены уже подготовлены под покраску. Вот они уже в синише. Беленькие, красивенькие. Мой кофе. И хрязелиновые обои. Для чего? Значит так. Тут была такая ситуация, когда я чего-то тоже не подумала. Когда начинали подготавливать стены к краске. Вот эту вот стену оставили. Говорят, ну тут же все равно будет шкаф. Я такая, ну да, логично. И не подумала, что у меня-то не шкаф. У меня гардеробная комната, которая со скрытыми стенами. То есть там это не шкаф. То есть нет вот этой вот подложки. Да, да, нет. И все. А потом, когда мне пришли просчитывать, я понимаю, это же все будет открыто. А тут вот делать подготовку опять к покраске. Во-первых, это в финансовом плане дороже. Это первое. А второе, то, что как бы, ну, заморачиваться тоже, ну, я не вижу смысла. Поэтому я решила, что это все равно будет гардеробная комната. Она будет закрыта. Ее никто не будет видеть. Поэтому я купила флизелиновые белые обои под покраску. Ребята мне, ну, как бы, поклеят их. И покрасят уже, когда будут красить стену. Вот. И не будет особо, как бы, видно, да. То есть, тем более, там у меня будут трубы. Там будут вещи, которые висят, а по бокам, которые лежат, и комоды. Но я вам все покажу, когда будет устанавливать. Так что, кто не подписан на меня, подпишитесь. Я думаю, что дальше будет интересно. Вот. Ну, и все. Я пошла считать розетки и выключатели. Оставайтесь со мной. Пишите в комментариях. Может быть, есть у вас какие-то вопросы. У меня вентиляция еще. Поэтому потолок будет опускаться. А сюда еще надо такую балку для вот этой вот, как бы, перегородки. Это вывод кондиционера. Четыре кондиционера в доме. То есть, в принципе, это вполне достаточно. Летом здесь было очень прохладно. Поэтому я думаю, что не сильно-то мы будем ими пользоваться. Ну, вот, в принципе, и все. Где-то у меня был пост, и я его найду. Вы мне советовали, как отмыть стекла. Потому что вот эти потеки, им не один год. Они с той стороны. Когда крышу еще не сделали, а стекла уже поставили. Текла. Поэтому или клининговую компанию вызывать. Или попробовать самому-то что-то как-то сделать. А живу я в этом домике с детками. Привела Демида на футбол. А Доминика уменьшила на музыку. Завтра у Демида актерское мастерство. Короче, я заколебалась, если честно. Занимаются в зале, потому что на улице мой воз. Устала физически. Устала ремонт, работа, дети, готовка. Стирка. Капец. Стирка из кружков. Забрала детей из кружков. И сейчас буду готовить ужин. Купила сковородку. И хочу сейчас разобраться. с ней. Она для стейков. Купила сейчас как раз стейки. Проверим. Потому что у меня такой сковородки для стейков не было. Мне всегда нравились они. Так что сейчас я ее помою и пожарю на ней мяско. Глянем. Сейчас вам покажу. Хочу вам показать салфетку с ионовым серебром. Это мне подписчица подсказала, когда увидела, что Демидь моет посуду губкой и моющим средством. И посоветовала вот эти вот салфеточки. Это... Вот. Аква. Баджик. Правильно, да? Не надо моющего средства. Действительно прикольная такая салфетка. У меня их две. Вот одна. И вторая с рубчиком. Этой убираем в разные поверхности. А вот этой вот мою в посуду. И сейчас я сковородку помыла без моющего средства и протерла сразу же. Вот. То есть вообще посуда моется без моющего средства. Реально. Реально без моющего средства. Очень круто. Добавила я свинину и самые такие кусочки суховатые я дала Демиду. Вот. На ужин рис, капуста с морковкой, яблоко и свининка. Очень сегодня захотелось стейка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я заканчиваю влог и начинаю следующий. Потому что следующий влог не очень с хорошими новостями. Поэтому так. Все. Всем пока. Подписывайтесь, лайки, нажимайте на колокольчик. И в общем вот так вот. Если в видео появится котенок, то это видео станет вирусным. Вот котенок. Смотрите. Ой.